И снова здравствуйте! Если вы смотрели видео про обработку дерева маслом, то вам будет полезно знать и о том, какие ошибки часто допускаются. И сейчас я вам расскажу об этих ошибках. Очень часто ошибки возникают еще до того, как вы приступили к работам. Периодически считают, что для работы с древесиной подойдет любое масло, но это не так. Серьезным фактором разрушения древесины является ультрафиолетовый спектр солнечного света. Под его воздействием дерево быстро теряет прочность, приобретает тусклый серебристо-серый оттенок. Для защиты от УФ-лучей в масло для внешних работ добавляют отражающие фильтры. Чаще всего это минеральные пигменты, диоксид титана, оксицинка или силикат магния. Масло для внутренних работ не содержит таких присадок, поэтому в значительно меньшей степени может защитить древесину. Независимо от того, расположен дом в тени или нет, его все равно необходимо защитить от воздействия УФ-излучения. Использование некачественного масла также является одной из ошибок при обработке. Очевидно, что при выборе специализированного масла следует обратить внимание на состав пропитки, репутацию изготовителя и отзывы потребителей. Стоит учесть, что даже вполне качественное универсальное масло может быть менее эффективным, скорее всего так и будет, чем специализированные составы. Стоит выбирать средства, разработанные для решения конкретной задачи. Окей, масло выбрали, теперь необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. От этого зависит, будет ли покрытие выполнять свои задачи. Перед покрытием маслом поверхность не отшлифовали. Результат неравномерное покрытие. Понятно, что в процессе шлифовки сглаживаются механические повреждения, появившиеся на древесине при строгании. Также шлифование открывает поры дерева и позволяет маслу проникнуть внутрь. Если перед нанесением масла древесину не отшлифовать, сократится слог службы покрытия, а концентрация антисептика в дереве станет меньше. Также рисунок текстуры дерева останется блеклым, а при использовании масла темных тонов могут проявляться дефекты древесины, царапины от пилы или следы от рубанка. Шлифовка не обязательно при использовании лаков, красок и других покрытий, которые образуют на поверхности пленку. В этом случае лучше обработать древесину грунтовкой. Но и шлифовать древесину нужно правильно, иначе также не избежать ошибки. Шлифовать древесину нужно сначала более грубыми абразивами и постепенно переходить к более мелким. Если остановиться на грубой обработке дерева, например абразивом с размером зерна R80, то поверхность будет активнее впитывать масло, а это значит, что увеличится расход материала. Поверхность будет пятнить, а масло проваливаться внутрь древесины. Древесина в этом случае останется менее защищенной. Несомненно, наличие на поверхности грязи, воды или жира мешает маслу заполнить поры древесины. Оно хуже впитывается и не обеспечивает той защиты, которая возможна после полной очистки деревянной поверхности. Но обрабатывать поверхность всем подряд тоже не следует. Например, рассмотрим использование хлоросодержащих составов для очистки поверхности. Хлор, конечно, уничтожает древесный грибок, но также и разрушает поверхность дерева. Она становится рыхлой и мягкой. Такая древесина не сможет удержать внутри масла. Если отбеливатель или чистящий состав с хлором уже был использован, поверхность дерева необходимо очистить водой и щеткой. Когда древесина высохнет, надо проверить поверхность на высолы. Только после этого дерево шлифуют, потом на пробный участок наносят масло. Если все в порядке, масло в принципе использовать можно. Но риск недостаточной защищенности дерева все же сохраняется. Также типичной ошибкой при обработке древесины является неправильная работа с материалом, которым будет обрабатываться поверхность. Будь то краска, либо масло предварительно, его всегда надо перемешать. Для чего нужно перемешивать масло, чтобы поднять осевшие на дно пигменты. Если этого не сделать, то на разных участках дерева цвет масла будет где-то темнее, а где-то светлее. Особенно риск велик при использовании красящего масла. Естественный состав масла в различных партиях может незначительно различаться, в том числе по концентрации красящих пигментов. Если красящее масло из разных партий не перемешать, поверхность окрасится неравномерно. Соответственно использование масла из разных партий без смешивания будет ошибкой. Как работают с маслом новички? С маслом работают как с красками. Продукт не растягивают по поверхности. Наносят состав некачественными кисточками или поролоновыми губками. Используют больше масла для получения насыщенного тона. Не проводят полировку при нанесении масла на дерево твердых пород, бук, лен, лиственница. Или при использовании масла с высоким сухим остатком. А в итоге что избыточное нанесение масла типичная ошибка. Но небольшой излишек масла при нанесении не только не повредит, но даже рекомендуется. Но порой масло наносится слишком много, поэтому оно долго сохнет, особенно в месте швов. Неравномерное нанесение масла тоже приводит к проблемам. В быту до сих пор встречается мнение, что неравномерное покрытие маслом скажется только на декоративном виде поверхности. Древесина будет немного хуже выглядеть, ну или даже лучше, если хочется добавить своеобразный эффект. И все же рекомендуют наносить масло в два слоя. В этом случае достигаются и декоративный эффект, и максимальный срок службы покрытия, и наилучшая защита древесины. Если зимой строительство приостановлено и работы возобновятся только летом, на время простоя конструкция останется незащищенной. Аналогичная ситуация возникает в том случае, когда обработка проводится только после усушки дерева. В этом случае на стенах может появиться грибок, вплоть до того, что стены полностью или частично придется перестраивать. В таких случаях перед простоем рекомендуется покрыть древесину защитным маслом, который будет выполнять функцию грунтовки. С бревнами и срубом все понятно, но что же относительно досок? Защита досок только с одной стороны приводит к тому, что влага отдается неравномерно. В перспективе это может привести к тому, что доски покоробятся, а на необработанных участках появится плесень. Следовательно, необработка доски со всех сторон является ошибкой, которая в будущем выльется в неприятности. Не менее редко возникают проблемы, когда используют несколько несочетаемых составов. Например, попытка покрыть маслом после использования герметика или древесины, обработанной хлоросодиратой, держащими составами. После использования составов, образующих пленку, масло не проникнет в поры древесины. Если ранее использовали водные составы, может получиться оттенок, не соответствующий цвету масла. Чтобы избежать этой ошибки, рекомендуется тщательно отшлифовать поверхность обрабатываемого дерева. Обработанная же древесина должна быть помещена в хорошо проветриваемое место. Масло высыхает, когда органические вещества в его составе под воздействием кислорода воздуха образуют полимерные цепи. Недостаток кислорода приводит к тому, что поверхность сохнет дольше, чем установлена нормой в 7-10 дней. Характерный признак недостатка воздуха – специфический запах масла, который долго не выветривается. Необходимо обеспечивать приток воздуха во время нанесения первого и второго слоев масла. Ну и конечно, для очистки древесины, покрытой маслом, рекомендуется использовать чистящие средства с нейтральным PH. Это важно, поскольку содержащаяся в обычных моющих средствах щелочь способна разрушать органические соединения. На этом я заканчиваю. Это конечно не все ошибки, но типичные. Смотрите мое видео, подписывайтесь на канал, всем удачи!